Онлайн-сервис «Умный Саров» начал работу в июне 2018 года. На одноименном сайте проекта горожане могут в том числе оставлять сообщения о существующих в городе проблемах. Также жителям доступен модуль «Транспорт». В режиме реального времени можно следить за перемещением автобусов и маршруток по городу. Разработано и приложение для мобильных устройств, в котором горожане пользуются, чтобы узнать, когда придет нужный им транспорт. Однако неоднократно сотрудники нашей редакции слышали от горожан, что не всегда приложение показывает правильно место, где находится автобус и время, через которое он придет. Мы решили выяснить, так ли это и насколько большое получается расхождение. На карте в приложении обозначены маршруты, которые проходят через остановку, ближайшую к пользователю. Можно отследить местоположение автобусов и маршруток и посмотреть время, через которое они прибудут. Если нажать на выбранный фиолетовый кружок с номером рейса, появится вкладка расписания, и вы увидите время, когда этот транспорт прибудет на ту или иную остановку. Мы находимся на остановке возле парка культуры и отдыха. Это оживленное место, где проходит много маршрутка автобусов. На часах 10.38. И мы попробуем дождаться какой-нибудь транспорт, отследив его с помощью приложения «Умный Саров». За время, которое съемочная группа провела на остановке, мимо прошло несколько маршруток, которые показывало приложение, и автобусы, прибытие которых стало сюрпризом. «Умный Саров» их не показывал. Видны были только несколько автобусов, стоящих на автостанции, и три автобуса, курсирующих по городу. Ну, как мы выяснили, дождаться маршрутку, отследить ее перемещение, прийти к назначенному времени, в принципе, реально. А вот автобусы, практически все из них, после выхода с автостанции, таинственным образом с карты куда-то исчезают. Ездят два-три автобуса на весь город, но на самом деле это не так. Как вы видели, мы стоим на остановке, автобус приходит, но приложение их не показывает. Непонятно почему. За разъяснениями о том, почему могут происходить сбои, мы обратились к директору муниципального предприятия телерадиовещания Никите Ванееву. Его организация – одна из тех, кто отвечает за обеспечение работы сервиса. Руководитель пояснил, что произошли технические неполадки, и специалисты работают над устранением проблем. В ближайшее время приложение вновь будет показывать движение всех автобусов. Канал 16 следит за развитием событий. Екатерина Опёнова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.